211 наркозависимых саровчан официально стоят на учете в клинической больнице номер 50. Но по оперативным данным эта цифра в несколько раз больше. Как отметил Александр Позелов, уровень раскрываемости преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в городе в последние годы стабильный, но не отвечает реальным объемам сбыта запрещенных средств. Поэтому отделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков расширили. Группа усилена, туда назначены дополнительно сотрудники. Я думаю, что в этом году мы результаты качественно улучшим в этом направлении. Лица у нас, кто занимается сбытом, частично известны. Частично мы мероприятия проводим по установлению. На 140% увеличилось в прошлом году количество преступлений, которые совершили подростки. Но, по словам полицейских, резкого всплеска не было. И с пандемией это не связано. Дело в том, что 36 противоправных деяний совершили всего 8 ребят. При этом один старшеклассник 19 раз нарушил закон. Сознательно. Позиционировал себя как человек, который хочет быть предводителем преступной среды. До 14 лет он у нас совершил порядка 20 преступлений, но уголовной ответственности он не подлежал. Он себе в том году поставил задачу совершить больше, когда ему исполнилось 14 лет. На определенном этапе полицейские выступали лишь в роли статистов, так как арестовать его было нельзя. Как только ему исполнилось 14 лет, дела передали в суд. И по его решению подростка направили в спецшколу в Санкт-Петербург, где он будет находиться до 18 лет. Всего в Сарове на учете в отделении по делам несовершеннолетних стоят 60 подростков и 26 неблагополучных семей. Также в 2020 году сократилось количество тяжких видов преступления и увеличилось число имущественных правонарушений. Общая раскрываемость преступлений увеличилась на 8,3% и составила 64,1%. Это значение является высшей среднеобластного по области 52,1%. И, как я сказал, по сравнению с прошлым годом результаты мы улучшили. Значительно снизилось количество ДТП, в которых погибли или пострадали люди. С 99 в 2019 году до 75 в 2020. 34 аварии случились из-за нарушений правил содержания уличной дорожной сети. То есть где-то не горели фонари или коммунальщики не убрали снег. Резко снизилось количество ДТП с участием пешеходов. В прошлом году саровчане попали под колеса автомобилей 15 раз. На пешеходных переходах также у нас снижение количества ДТП. Всего лишь зафиксированы их 6 против 22, посмотрите, 22 в 2019 году. Это тоже нас радует, потому как наиболее часто вот эти вот дорожные трансные происшествия на пешеходных переходах влекут какие-то такие уже необратимые последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью, либо смерти потерпевшего. Всего за 12 месяцев прошлого года зарегистрировали около 6700 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Подробнее о совершенных угонах, случаях мошенничества и смертельных ДТП смотрите в рубрике «Без комментариев» на нашем канале в Ютьюбе и в эфире телеканала Саров-24. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.